Привет, друзья! В этой серии мы покажем вам красивые места Аргентины и расскажем вам про... Всем знакомо это слово кока-кокаин, и нам ничего не остается, как есть опять листья коки. И только кока помогла увидеть нам красивых высокогорных животных и пройтись по-настоящему солончаку. Мы покажем, как добывают соль в Андах. Обязательно посетим знаменитое во всем мире место, горы Семи Цветов, и станем свидетелями настоящей пылевой бури. Не пропусти уникальные кадры из самостоятельных путешествий. Подпишись на канал, чтобы получать уведомления о новых приключениях. Всем привет из Сальто! Мы наконец-то добрались, заселились в хостел. Прикольный хостел, хостел под названием Намасте. Я оставлю ссылочку, если кому-то интересно, посмотрите. Там бывают скидки. Мы тоже, кстати, по скидке отхватили его. Но хочу вам сказать заранее, если приезжаете в Сальто, и всегда смотрите, когда вы бронируете отель, включен ли НДС. Я не посмотрела, вот просто бегом все забронировала, а там еще 21%. Поэтому сверху нам накинули, и цена получилась так себе, 25 долларов. Что, в принципе, для Аргентины это нормально. Хостел прикольный. Тут есть вот такой бассейн, маленький дворик, где можно отдохнуть. Самая обычная комната. И сейчас мы собираемся пойти в музей, где находятся замороженные девочки и один мальчик. Две девочки, один мальчик. Но пошел дождь, и я думаю, что, блин, как бы он скорее закончился, чтобы дойти до музея и все вам показать. Мы наконец-то выбрались из нашего хостела, и сейчас находимся на центральной площади города Сальто. А все потому, что мы собираемся пойти в музей. В музей, где хранятся тела замерзших девочек и мальчиков, называется МАМ. И вот мы к нему подошли. Вход стоит 70 песо для иностранцев с человека. Он очень красивый, вы его сразу заметите, белое здание. В музее есть такая штука на выходе. Вот такой вот автомат, который вам продаст бронзовую монетку с разными племами и инком. Стоит это 40 песо. Очень интересная штука, конечно же, в округ музея развернулись разные штуки для заработка. Типа, не снимайте, в залах нельзя, зато мы вам продадим видео. Или же, не фотографируйте, мы продадим вам открытки. Да, это просто какая-то болезнь всех музеев, что мне очень не нравится. Но все-таки, если вы располагаете деньгами, то вы можете прикупить себе отличный сувенир и оставить себе что-нибудь на память из этого музея. Вот мы и посетили музей, на выходе есть, как всегда, стандартная книга пожеланий, жалоб и отзывов. Мы обязательно всегда пишем свой отзыв, конечно же, на русском, на английский. Музей небольшой сам по себе, но тем не менее экспозиция очень классно представлена. Мне понравилось музыкальное сопровождение во всех залах, играет национальная музыка инков. Кондиционерами создается прохладный климат, приглушенный свет, и у тебя полное ощущение того, как будто ты стоишь на вершине горы и только-только открываешь для себя вот эти археологические находки. Что хочу сказать, в музее был выставлен только один мальчик. К сожалению, тут выставляется по одной мубе, и всего их три. И просто невероятно он был настоящий, и кажется, что он сейчас встанет и уйдет. Настолько он хорошо сохранился. Ну и, конечно же, было много описаний культур инков и всех традиций, и зачем эти предметы были найдены, и для чего они служили. И об этом и все. Сейчас вам расскажу в МЛС, когда мы выйдем на улицу, потому что снимать здесь нельзя. Здесь представлены три ребенка, найденные на вершине вулкана, не помню, но очень сложное название. 6700 метров над уровнем моря, в районе Сальто, и помещены в этот музей. Здесь аргентинцы занимаются консервацией этих тел. Это были представители народа инков, империя которых в 1500-х годах достигла северо-аргентины и Чили. Смысл этого жертвоприношения был следующим. Дети из разных регионов, империи инков, в период смерти правителя или более каких-то других важных событий в жизни империи. Или из разных регионов, в центр, в столицу город Куска, который сейчас находится в Перу. Выбирались обычно самые красивые дети, физически, внешне красивые. Возможно, представители каких-то местных вождей, семей вождей и так далее. По прибытию в Куска им устраивали церемонии, их принимали как великих. Они проходили по центральной площади, осуществлялись церемонии женитьбы между представителями разных племен и разных регионов империи. Затем дети направлялись обратно в регион, и эта дорога могла занимать от нескольких недель до месяцев, в зависимости от удаленности региона. Там их точно так же принимали с почестями представителей их региона. Затем их одевали в самые красивые одежды, их кормили самыми лучшими блюдами, и их поили маисовым спиртным напитком по названию «Хачи». Дети засыпали, и вместе со всеми церемониальными штуками, типа игрушек, татуэток, всевозможных фигурок, животных, одежд красивых, глиняные посуды и другими вещами, их коронили. Вот так вот живьем, может кому-то показаться дико, но такая была история. И дети олицетворяли собой связь между умершим правителем империи и их родными регионами, городами. Считалось, что они будут смотреть с вершин самых высоких гор на свои регионы. Поэтому хоронили их, приносили в жертву, так сказать, на вершинах, больших вулканам, горных хребтов ант. Таких мест в Аргентине, Чили, и Беру несколько. Я даже где-то прочитал в музее, что до 200 гор считается на всех антах в разных странах, были участниками этих жертвоприношений, церемоний. С них 50 находятся в Аргентине. Самое классное, что вот эти вот лумии детей, которые представлены в этом музее, они сохранились практически идеально. Волосы, кожа, лица, ногти, все настолько хорошо сохранилось благодаря высококорному климату, отсутствию кислорода, почти полной сухости климата и холоду, что после их находки и после их консервации в музее, сейчас мы можем наблюдать практически живых детей. Такое впечатление, что ребенок сейчас встанет через секунду и пойдет, или проснется, откроет глаза и посмотрит на тебя. Ну, им 500 лет. Представляете себе? К выходным на улице мы стали обращать внимание на уличных торговцев, которые продают вот такую зелень. Значит, они плетут из пальмы разные фигурки для подношения разным богам. В храмы, в церкви и просто можно сделать подношения на дороге. А также продают оливковые ветки, которые просто смотаны, и это тоже для подношения. Один факт из жизни в аргентинском городе, который мне не очень нравится, точнее, очень не нравится, это на многих перекрестках отсутствие полного знака в приоритетах, кто кого пропускает. И вы бы подумали в таком случае, что действует правило разнозначного перекрестка. А нет, нифига. Главная дорога считается та, асфальт которой ровный, а второстепенная та, которая пересекает ливневки, находящиеся по бокам главной дороги. Таким образом образуются два таких вот желобка, через которые ты проезжаешь, которые типа как лежачий полицейский или как преграда заставляют тебя притормозить, и ты должен пропустить тех, кто едет по главной дороге. Это встречается уже не в первом городе мной, аргентинском, и очень неудобно, как для водителя. Не знаю, почему такая проблема поставит знаки приоритета, не говоря уже про светофор, но это реально напряг. А я заметила, что в городе Сальто на перекрестках очень мало пешеходных светофоров. Ты, получается, выходишь на дорогу, и вот тыкаешься-мыкаешься между этими машинами, которые не могут понять, кто кого пропускает. Ты иногда просто стоишь на полдороги и не понимаешь, куда тебе идти, вперед или назад. Едем мы в час пик по Сальто. И замечаем, что на каждом втором перекрестке на светофоре не работает одна или несколько лампочек. Вот вам процветающая Аргентина. Неприятно, неудобно. Ну и как-то, ну что такое лампочку заменить для мэрии, для муниципалитета? Ну да копейки какие-то. Но тем не менее она не работает. И вот так в мелочах много неприятных моментов таких. И непонятно почему. То ли от безалаберности, то ли от того, что денег не хватает. Ну не знаю, мне, честно говоря, кажется, что не в деньгах это дело. Просто от безалаберности. Тот, кто думает, что жизнь в Аргентине намного лучше, чем в Украине или там, допустим, в России. И те люди, которые говорят, а вот в Аргентине люди живут, а вот в Аргентине платят больше, а зарплаты выше. А то и то лучше, там и природа, и погода. На самом деле нам Аргентина такой не показалась. Тут вот с чем не сталкиваешься, все как-то сделано через задницу, вот прям как в Украине. Люди, не скажу, что отзывчивые, не скажу, что они открытые, как это в Азии. Много недочетов, много грязи, много всего старого, нет ремонтированного. И я скажу, что если взять небольшие города, то там просто жить абсолютно не хочется. Уже лучше жить в Украине, чем в Аргентине. Поэтому это, конечно, дело вкуса. Я думаю, что многие иммигранты, которые собираются в Аргентину на заработки думают о Буэнос-Айресе и, может быть, еще каких-то городах. Да, там жизнь, конечно, красивее, но она и дороже намного, чем в обычных городах. И за это придется вам хорошенько платить. Это Буэнос-Айрес, как любая столица крупного государства. Это не сама страна. Москва не Россия, Киев не Украина, Лондон не Британия, Буэнос-Айрес не Аргентина однозначно. Аргентина очень разнообразная, большая. И буквально с севера и с юга кардинально отличается. Вы можете жить в условиях чуть ли не племенных, можете жить как короли, если у вас есть деньги в Буэнос-Айресе. Поэтому говорить о том, что Аргентина богатая страна, я бы так не стала. Вот мы и добрались до обзорной площадки в городе Сальто, откуда открывается красивый вид на весь город. Доехать сюда можно на машине, как сделали это мы, или же на фуникулёре, который стоит 110 песо с человека. Мне нравится здесь, что на обзорной площадке сделан парк с лавочками, с водопадиками. У меня есть классное кафе с обзорной площадкой, куда можно прийти вечерком. Я вам советую. Именно как место, я не знаю, вкусно ли там или нет, дорого или нет. Но сюда стоит подняться и прогуляться, провести какое-то время. Мы только что зашли в аптеку, чтобы купить таблетки, потому что мы собираемся подниматься в горы, а без них совсем нельзя. И когда вы берёте препарат у человека, который вам подсказывает, какой взять лучше, здесь нам медикаменты запаковали в такую сумочку и закрыли на ключик. И на кассе нам только откроют и пробьют. Наверное, это сделано, чтобы не воровали и не докладывали, не знаю. Какая-то очень интересная система, для меня это новое, я такое не видела. Первый раз в жизни мою машину в церкви. Ну, по крайней мере, дешевле, чем в остальных местах. За 4 доллара внешняя и внутренняя помывка. Хотела вам рассказать о новом приобретении. К нами вот только что мы купили такой пакетик таких вот листьев. Листья, это называется листья коки. Всем знакомо это слово кока, кокаин? Но, как все могут подумать, что это наркотик, но на самом деле наркотических веществ тут или нет, или так мало, что съевут весь мешок, с вами ничего не случится. Купили мы это для того, чтобы бороться с высотной болезнью. Мы опять собираемся ехать в горы. И, посоветовавшись с местными, мы увидели, что многие местные жуют эти листья, пьют, заваривают, что только с них не делают. И они нам сказали, что эти листья очень хорошо помогают от высотной болезни. И, в принципе, это аналог таблеток. Но почему я еще настояла на листьях? Потому что мы вчера зашли в аптеку и купили таблетки от высоты. Их надо принимать за... начинать принимать за сутки до подъема. Вчера вечером я выпила таблетку, и утром со мной творилось просто... Ну, такие неприятные ощущения были. Во-первых, слабость. Во-вторых, покалывали руки, пальцы, конечности. Состояние, как будто бы я всю ночь не спала, честно говоря. Я предпочитаю органику вместо каких-то химических таблеток. Так что будем подниматься в горы, мы это попробуем. Я не знаю, сварим ли чай или будем просто так жевать, как коровы. Но мы расскажем вам, какое было действие и как оно на нас вообще повлияло. Так что смотрите нас дальше. Катались мы, катались по окрестностям Сальто в воскресенье, в выходной день. И совершенно случайно попали на выставку старых машин. За моей спиной, например, старое Рено. Не знаю, честно, год. Но что самое интересное для меня было в этой машине, это то, что... Во-первых, ее состояние идеальное. Все вычищенное, выкрашенное и сплести. А во-вторых, интересным фактом является то, что... В то время знаком Рено был непривычный нам четырехугольничек. А вот такой вот буйвол на решетке радиатора. Друзья, вчера мы должны были уехать в Боры и осуществить перевал, опять же, в Чили из Аргентины, потому что там красивая дорога. И нас интересует несколько мест еще в Чили. Мы специально так переезжаем по границе между Аргентиной и Чили уже не первый раз, потому что интересные места находятся то с одной стороны, напротив друг друга, то с другой. И получается, чтобы посмотреть все, нам приходится вот так зигзагами подниматься на север. Но вчера мы не уехали, потому что мы жестко, мы тупили. Вот просто, знаете, бывают такие фейлы, когда ты должен что-то сделать, а напряжь забываешь, а потом себя рукаешь, и не один день, что ты забыл про это. У нас сломался телефон. И в Чили HTC никто не мог починить, потому что никто на нем не специализируется. И техподдержка HTC фирмена находится там, честно, где, по-моему, только в Колумбии. В Южной Америке ее нет. Поэтому мы ездили со старым Максимом телефоном по карте, но все-таки починить надеялись где-то найти какого-то кулипина. И в Аргентине нас один мальчик взялся, типа сказал, что сделает, по крайней мере попробует. И мы оставили телефон, но должны были его забрать, получается, в субботу вечером. И мы просто напрочь забыли. А все из-за интернета, потому что мы засели в интернет, и два таких олуха потеряли голову. И я вспомнила такого же деток в 12 ночи, когда все было закрыто. А в воскресенье, как я вам говорила, в Аргентине все закрыто. Вот просто, знаете, никто не работает, все закрывается. И хоть бы их мы, никто даже не выйдет вам и не поможет на работу. Там никто не откроет офис ради того, чтобы вы забрали телефон. Поэтому мы остались в кемпинге, переночевали. Кемпинг мега-мега вообще здоровый. Этот кемпинг я еще не видела, это муниципальный. Тут просто огромадный бассейн. Самый большой, который я видела вообще в мире за свое путешествие. Вот эта вся территория синяя, это огромный-огромный бассейн. С разными площадками, с разными какими-то мостиками для прыжков. Он достаточно глубокий в центре. Но если бы тут была вода, это было бы вообще шикарно. Потому что стоит он на минуточку 67 песо с двоих. Это плюс машины. Вообще цена превосходная. Горячий душ, понятное дело, туалеты. Парии. Пария это мангал на наш язык. Потому что в Аргентине люди не представляют жизни без парии. Потому что они едят мясо в огромных количествах. Жарят их каждую неделю. Вы можете проезжать даже по городу. И буквально на каждом углу будет стоять какой-то киосочек или магазинчик. Или просто даже место вынесет в свой мангал и будет жарить мясо. Спим мы, как всегда, в машине. Мы палатку не купили. Во-первых, почему не купили палатку? Мы двигаемся на север. А там все теплее. А там появляются всякие змеи, пауки и все, что может в палатку заползти. Я понимаю, это дурная вообще идея, что почему другие люди спят в палатке мы не можем. Нет, мы можем. Но на самом деле машина достаточно комфортная. И спать в ней намного безопаснее, теплее и уютнее. Я сплю на сидении. А это мягче. В общем, почти полукровать. Поэтому мы не решаемся купить палатку, а спим в машине. И, конечно же, это выходит дешевле, потому что за палатку все это в кемпингах просят дополнительные деньги. В принципе, стоимость палатки равна стоимости машины. Вот поэтому мы спим до сих пор в машине. Друзья, я нахожусь сейчас на главной площади города Хумахуака. А приехали мы сюда за тем, чтобы посмотреть одну из самых знаменитых достопримечательностей в мире. Многие из вас видели картинки в интернете разноцветных гор. Так вот, эти горы находятся недалеко отсюда. Называются горы 14 цветов. Они реально разноцветные. И, как местные говорят, уехать отсюда и не увидеть эти горы вообще невозможно. Поэтому мы сейчас направляемся именно туда. Находится это где-то в 20 километрах от города. И затем проедем через Пурмамарко город. И будем двигаться в сторону Чили через перевал. И будем набирать высоту. Покупаем местные продукты на местном рынке. Едем по Рути Национальной, национальной дороге номер 9 в Аргентине. По ширине она больше напоминает велосипедную дорожку. Как будто она просто узкая. И лечит дорожку для прогулок в парке. Ну вот, она реально в ширину одного автомобиля. Хотя разметка на два автомобиля. То есть в середине. То есть полоса движения на пол машины хватает, не больше. У нас маленькая Peugeot 206. И когда навстречу едет такого же класса автомобиль, то есть микролитражка, мне приходится притормаживать, сбрасывать скорость, ну, чтобы разойтись банально. И правыми колесами мы оба уже едем практически по обочине. Слава богу, покрытие хорошее. За это спасибо. Ну, почему она такая узкая, и почему она по ширине практически одного автомобиля на нормальной трассе, непонятно. А у меня есть ответ. Сэкономили. И положили денежки в карман. Вот так. Не знаю, может и так, да. Мы держим путь красноцветным карман. Максим едет то на первой, то на второпередаче, потому что машине не хватает воздуха. Все машины просто почти останавливаются. 10-20 км в час, не больше. И неважно, какая иномарка у вас, новая или не новая, все тут просто еле тянутся. И я вам хотела рассказать интересную историю, которую нам рассказал хозяин хостела, когда мы были в Сарте. Он сказал, что местные борются с этим недугом машин, когда машина уже почти не тянет, захлебывается. Я не знаю, насколько это правда, но местные берут, короче, пол лука, разрезают. И ложат в коробку, где стоит фильтр воздуха, фильтр воздуха двигателя. И якобы туда положил в лук, машина начинает лучше ехать. Я не знаю, мы навряд ли будем такое, конечно, пробовать, потому что... Для нас это ключей, чтобы снять с воздушника. Это первое, это первое. Во-вторых, даже, я думаю, какие-то народные средства люди положить в лук, ну, точно не в машину отдыхать. Ну, я думаю, мы доедем потихонечку и, конечно же, покажем самые красивые виды. Ну, вот мы и доехали до разноцветных гостей. Сейчас мы находимся на высоте 4 250 метров. Мы-то немножко подготовлены, но если бы мы сюда приехали сразу, то, я думаю, мы ввалились с ног. Но нам остается только наслаждаться этим видом. Я вот иду, смотрю на всю эту картину и просто не верится, что это создала природа. Кажется, что вот это люди сделали, раскрасили. Не знаю, и когда делаешь фотографии, мне кажется, что вот просто бери в рамку, вешай на стену и готовая картина. Мы спускались на обзорную площадку вон туда, а сейчас пришло время подниматься. Уклон горки большой такой, просто дыхания не хватает. И Максим говорит, что он бежит жевать листья коки. Сейчас будем его снимать. Какое ощущение? Неприятный такой, редкий вкус. Как будто жвешь лавровый лист. Я его не жевал, конечно. Но у меня именно такие ощущения. Как очень концентрированный чай зеленый. Очень. Вот такой чефир. Настойный. И вот эти вот масла, или не знаю, что тут содержится в листьях, они проникают в такое впечатление в десны и в зубы. Может, у меня уже штырит. Вот мы посмотрели разноцветные горы и направляемся на перевал. Так что вы с нами. Время обеда наступило. И так как нам подниматься в горы, мы решили устроить себе легкий обед. Это овощи и фрукты. Вот тут у нас лежат фрукты. Потому что все местные нам говорили, что есть перед подъемом и во время подъема не стоит. Потому что когда вы едите, у вас наполняется желудок едой, и вся кровь приливает в желудку, чтобы переработать еду. Поэтому для головы остается мама в крови, а кровь гоняет кислород. Поэтому есть тяжелый продукт не стоит. Номинаем морковку. Мы находимся около города Фурмамарка. Этот город окружает вот такие разноцветные холмы. Если я не ошибаюсь, я, конечно, не уверена, но, по-моему, вот эти холмы внесены в список последних ЮНЕСКО. Мы уже начали свой подъем в горы. Пошли резкие петли, достаточно подъема на высоту. И нам ничего не остается, как есть опять листья кокки. Самый вкусный отдаем всем. И едим сами. Мне кажется, я напоминаю козу. Вкус отвратительный, мне не нравится. Теперь не обижайся. Вкус отвратительный, мне не нравится, но надо что, делать таблетки пить не хочу. Такое чувство, что я ем, не знаю, веник для пани. Мне на зеленый чай похоже. Впереди нас ждали крутые петли аргентинских гор. И пухнастые ламы, которые паслись вдоль дорог и совсем не обращали внимания на проезжающие машины. Самым приятным сюрпризом оказался солончак, который ждал нас на Альтеплана. Бескрайнее поле соли мерцало и переливалось на солнце. Это выглядело, как другая планета. Сильный порывистый ветер сбивал с ног и поднимал воздух курицу. Клубы пыли с солью. Это не останавливало путешественников от любопытства лизнуть в поле или просто проехаться по нему на машине. И несмотря на ужасное состояние и горную болезнь, я тоже вышла, чтобы пройтись по причудливой поверхности, которая больше была похожа на Марс, а не на планету Земля. Покидая солончак, мы стали очевидцами настоящей пылевой бури. Маленькие торнадо крутили в воздухе трубы и несли огромные клубы пыли, словно перенося пустыню из одного места в другое. Солнце садилось за горизонт, а мы продолжали свой трудный перевал и все ближе и ближе приближались к интересному городу Сан-Педро де Атакамо. А мы с вами не прощаемся, а говорим до скорых встреч в Чили! Подписывайтесь на наш канал, чтобы путешествовать вместе с нами. Ищите нас в социальных сетях по хэштегу VTravelIn. Присоединяйтесь к нам, мы рады новым знакомствам! Присоединяйтесь к нам, мы рады новым знакомствам!